В сентябре дочь Светланы ЗАГС пойдет в первый класс новой школы номер 100 на Муринских прудах. Застройка этого приоритетного объекта Светлана следит в режиме онлайн. Такая возможность появилась благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в школе. Раз в несколько дней в обязательном порядке захожу. Интересно, как вообще изменились школы, местоположение. Ну и вообще, помимо всего прочего, у меня школу видно из окна, поэтому я наблюдаю в двойном режиме. Я смотрю, что происходит в онлайн вне школы и смотрю внешне, как изменяется школа из окна. Онлайн-трансляция при строительстве школы в Нижнем Тагиле организована впервые. Инициаторами установки трех веб-камер стали родители первоклашек. Школа номер 100 станет пилотным проектом по внедрению самой современной системы видеонаблюдения и использованию цифровых технологий. Химические и биологические лаборатории, классы, укомплектованные по системе WorldSkills. Строительство современного образовательного учреждения на контроле главы города Владислава Пинаева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева. Глава региона неоднократно бывал на объекте с инспекцией. Хороший проект. Да, мы уже учили здесь все детали, пробочки. Все недочеты, которые были в Киевограде здесь уже. Организация проверена. В прошлом году, в прошлом году, в школу 14 в Боревском. Отдать ребенка учиться в сотую школу – мечта многих родителей. По словам начальника управления образования Татьяны Удинцевой, уже набрано почти шесть классов начальной школы. Количество начальной школы ограничено проектом, поэтому пока прием заявлений в первый класс мы приостановили. Для того, чтобы понять, насколько у нас будет заполнена вся начальная школа, потому что для начальной школы должны быть созданы специальные условия. Родители учеников вторых десятых классов также активно пишут заявления на перевод детей из старых школ в новую на Муринских прудах.